Привет! Это подкаст «Простые смертные» и я его ведущая Оля Фатеева. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Несмотря на множество материалов из разных областей знаний, мы так ничего на самом деле не знаем про смерть, потому что нет свидетельств чувственного опыта ее проживания. Но мы продолжаем говорить о ней, потому что считаем это важным и необходимым. Один эпизод, один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Все герои разные, но общего у них одно – смерть, которая где-то очень близко. Немного обо мне. Я субмедэкспертка, работаю в морге с 2004 года. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. Эти ощущения я стараюсь превращать в слова. Я немного писательница, у меня вышла книга и выходят тексты в разных изданиях. Недавно я участвовала в программе таких дел «Спроси и сохрани», после чего неожиданно превратилась в ведущую этого подкаста. Сегодня у меня в гостях Ирина, которая столкнулась со смертью внутри себя. Ирина, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Сколько вам лет? Где вы живете? Чем занимаетесь? Мне 34 года. Живу я в Подмосковье. 7 лет назад я ушла в декрет, вот когда родилась первая дочка. И не вернулась на работу. Так, в саморазвитие ушла, в здоровье, в поддержку материнства, в беременности. То есть я женщин, как помогаю им в подготовке к беременности, так и могу вести беременность, и помощь после, и психологическое, и восстановление здоровья. Давайте немножечко попробуем пойти в вашу историю. Давайте начнем с того, когда и как она началась. Началась она в феврале 2023 года. Я забеременела. Беременность была запланированная. Все протекало хорошо. То есть я была на связи и с гинекологом со своим. У меня тоже такой превентильный подход. Беременность, в принципе, проходила, я могу сказать, идеально. До 26 недель было все идеально. По всем показателям, по самочувствию, по настроению. И у меня живот сильно вырос. Для 26 недель он выглядел очень большим. Я нароком подумала, вдруг там двойня. Потому что УЗИ я не делала как бы целенаправленно. Потому что для меня рамя диагностика, УЗИ, для выявления каких-то пороков развития, чтобы потом предпринять решение о прекращении беременности по медицинским показателям. Но я в мои рамки какие-то моральные-то не входит. На следующий день я пришла на УЗИ в женскую консультацию. И сразу поняла, что что-то не так. Я лежала на этой кушетке и дослушала все, что мне говорили. Было такое, могу сказать, спокойствие, но ощущение, что меня это ждет. И не было ни страха никакого, ни паники. Ребенок на тот момент еще был жив. Как бы тоже сердцебиение слушали. Все отлично. То есть мне не говорили, что ребенок может умереть в животе. То есть единственная была такая основная проблема. Это опухоль головного мозга. И голова у ребенка была на 40 недель и даже больше вставили. Вот. Дело было согласно сроку, соответственно. Врачи, конечно, там много сбежалось посмотреть, да, на это. Картинка была, я думаю, для них тоже непривычная. Не каждый день они с таким сталкиваются. Вот. Меня направили, соответственно, в МАНИАК. МАНИАК – это Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Туда направляют на консультацию в случаях дородового выявления признаков патологии у плода. Вот сейчас, судя о каждом моем шаге, видимо, все-таки правильно я поступала тогда. С вопросом о МАНИАК тоже как-то мне не хотелось туда ехать. Вы говорите, что у вас не было никакого страха, а была какая-то собранность. С одной стороны, я понимаю, что беременная женщина отвечает, в первую очередь, не за себя, и это работает на вот эту вот собранность. С другой стороны, это, конечно, удивительное состояние, потому что... Ну вот я, например, по себе знаю, что я, в первую очередь, боюсь чего-то самого плохого сначала, а уже потом у меня разум как-то возвращает меня к чему-то попроще. Ну, то есть у меня сначала не простуда, а, там, я не знаю, первые мои мысли при любых симптомах – это сразу рак, а потом уже просто грипп. Как вы пришли к этой собранности? Как это было у вас? По поводу собранности, говорю, что когда лежала на кушетке, когда мне это все озвучивали, у меня было чувство, что я это знала, что они мне как бы говорят не новость, потому что я живу из такой позиции, я очень хорошо чувствую свое тело, и, видимо, какие-то, может быть, не знаю, на каком уровне эти сигналы какие-то поступили ко мне в мозг вообще, в ощущения мои. Ну, я, в принципе, по жизни так действую, когда что-то случается. В первую очередь не паниковать, потому что из этого состояния ты каких-то верных действий абсолютно не сделаешь никогда. Я за то, чтобы выдохнуть, подумать, да, вот так вот сейчас есть, что я могу сделать в этой ситуации. Я понимала, что это, возможно, и мне угрожает в моей жизни, а у ребенка уже что-то, какие-то отклонения есть. И вы сказали, что вы как будто бы не слушали все, что вам говорили, а думали о том, что дальше делать. А что вам говорили? Вам говорили, возможно, прогнозы, сценарии? Что-то, может быть, советовали или говорили, что нужно сделать вот так? Нет, именно в женской консультации особо каких-то прогнозов, каких-то рекомендаций с их стороны не было. Больше был страх, паника некая. Уже диалог был, когда я попала в 67-й перинатальный центр. В самой женской консультации исключительно был страх, паника. И быстрей, быстрей, давайте что-то делать, направление, держи. Хотя вот эта паника, да, была подкреплена направлением в маньяк. То есть это было 11 число, четверг, а мне направление дали аж только на 15-е в понедельник. То есть у меня было время на такой разгон, на принятие решений. И я очень благодарна за то, что оно появилось. И было сделано все, мне кажется, идеально. А что было дальше? Вот в четверг вы ушли из женской консультации. Вам дали направление. Вы не хотели идти по этому направлению. И что было потом? Я его забрала, конечно, но я не сказала никому, что я туда не пойду. Просто вышла. Я была с дочкой старше. Она все знала. Я ей рассказала. Прямо там, когда в кабинете пока ждала заключение. Точнее, в коридоре мы с ней были. Дочке сколько было лет на тот момент? Шесть лет. Что с ней было? Как вы с ней говорили? Я сказала ей, что Вер. Говорю, такое бывает, что детки бывают, не рождаются. Я же на тот момент не знала. Мне в женской консультации тоже пол не сказали. Я говорю, малыш, он, Рбанка, скорее всего, он не будет. Я ей сказала все как есть, объяснила. Я, ну, у нас точка такое взаимопонимание. Я не люблю как-то приукрашивать. Говорю ей как есть. Мы обнялись немножко, поплакали с ней там. Я сразу мужу позвонила, объяснила ему, что и как. Ну, вот. Это был обид. Мы отвернулись с ней домой. Тоже еще дома. Погромче поплакали. Пообнялись. Так как я состою во многих домовских, кушерских чатах. Есть коллеги, у которых тоже есть много знакомых везде, в их домах, в центрах перинатарных. Я просто начала стучаться вообще во все двери, просить совета, помощи. И она посыпалась вообще просто отовсюду. Различные специалисты выходили на связь, поддерживали психологи в том числе. И в пятницу утром в 6 утра я уже села в электричку и поехала. Утром в 67-м перинатарном центре я начала обследовать тоже заново. УЗИ обычные, экспертные анализы. И никто из врачей мне тогда не зацепилась за слово, что ребенок может умереть. То есть у меня было в голове понимание, что да, предстоят роды, какие они будут, непонятно. То есть на консилиуме мне предложили два варианта. Первый вариант – пролонгирование беременности с неизвестным их исходом, как для ребенка, так и для меня в плане, как родится ребенок через естественные пути, либо через кесарево только, потому что неизвестно, как голова вырастет. Вот второй вариант – там был вызов родов. Но перед этим, говорю, что вспоминаю, немножко холодно покрывают. Но перед этим сказали, что под наркозом, под моим, с помощью датчика УЗИ делается укол в сердце ребенка. Чтобы его остановить. И уже тогда, после этого, идет процедура симуляции родов. Ну, на что я сказала? Нет, я на такой вариант не согласна. Потому что для меня не важно, какой там был ребенок, больной, не больной. Убивать его, я не смогла подписать под это соглашение, собственно, ручно. Очень много метаний было. Мужу в этот момент звонила. Я была как раз вот с девушкой мне, которая потом меня в давнейшем связала с домом с маяком, Ирина Дегтярева. Поддерживала, говорила, как себя вести тоже на консилиуме, потому что часто давление идет на женщин, чтобы прерывать беременность. Но в моем случае, когда такой ситуации не было, все врачи шли на диалог, как предлагали варианты, не запугивали, что тоже очень важно. И третий вариант я как бы тоже предложила сама. Возможно так, что вызвать роды, но не без этого мышляющего укола. Вот как оно будет, так и будет, да. Одно, что мне тоже сказали. Во-первых, ребенок будет мучиться в родах, вы понимаете. И второе, если он выживет, то мы его будем однажды реанимировать, потому что срок уже такой. Я говорю, я готова родиться ребенок, какой бы он ни был, мы его заберем, даже не обсуждается. Это была пятница вечер, и я отпросилась у них домой, чтобы тоже с мужем поговорить, принять решение какое-то. И договорились о том, что в понедельник я вернусь к ним. Что происходило с вами вот в эту пятницу? Вот вы говорите, что чувствуете свое тело. Может быть, вы помните, как ваше тело на все это откликалось, если вы были эмоционально так спокойны и настолько смогли держать себя в руках, то что было внутри? В тот момент, когда вот по поводу укола этого говорили, это мне сказали, между прочим, то ли медсестра, то ли кто-то, как эта процедура проводится, на что потом я вот как раз девушке Ирине, которая с организацией «Жизнь и луч» мне задала вопрос, она говорит, да, Ир, так делается. И все, после этого, конечно, я немножко в панику впала, сдалась, потому что для меня это самое страшное, да, быть причастной к смерти. Собственно, ручно это сделать было, подписать это согласие. Вот, тогда я немножко поплакала, конечно, и мужу, и мужу звонила, не знала, что делать, но вовремя как-то выдохнула опять, успокоилась. Я понимала, что нет, это не мой вариант. И внутри только откликался вопрос, вопрос-ответ, что я иду домой, иду домой, там решишь, выдохнешь с мужем, поговорите вечером, посидите в понедельник, будете решать. Это очень важно, что была, ну, хотя бы такая, да, какая была, пусть и иллюзорная, и ужасная возможность выбора. А что было дальше? Вот вы приехали домой. Как вы обо всём об этом говорили с близкими? И с кем вы говорили? Об этом знал только из близких, только муж и дочка. Мама моя далеко отсюда, мужа, родители, ну, как бы тоже не близко, в ста километрах от нас. Ну, и, как бы, смысл им сейчас о чём-то говорить мы не видели, потому что это будет, была бы только паника, был бы страх, да, какой-то за меня, когда я уехала в пятницу. Я просто почему-то думала, что я уже вернусь, да, как бы без животика. И муж как-то холодно, так я хотела, чтобы были какие-то такие, чтобы он попрощался, как-то, да, чтобы что-то, какие-то тёплые были объятия или что-то, не знаю. Но его можно было поднять, что он боялся, и говорит, я боялся вообще к тебе дотрагиваться. И в пятницу, вот, как раз вечером я вернулась, у нас достаточно такой эмоциональный момент был. Она ещё жива была, девчонка наша. Мы как-то вот столкнулись в коридоре, с мужем он меня обнял, что-то там наклонился, что-то шептал ей. И мы, вот он держал руку на животе, она ножками сидела вперёд, ну, вниз, да. Он почувствовал два последних таких толчка, мощных. Но я, в свою очередь, в животе просто, да, почувствовала, не руками. И уже потом, анализируя, вспоминая этот момент, восприняли его как прощальный пиночек такой, такие два мощных, никогда не забуду их. Дочка с нами, она воспринимала всё так. Тоже попрощалась с животиком, с ребёночком. Ну, на тот момент я ещё не знала, что сердце остановилось. И вот с пятницы на субботу я чётко проснулась ночью с ощущением, что всё. Вот просто я открыла глаза, где-то было, может, час, полвторого. И первая мысль, которая пришла в голову, что всё, ребёнок умер. Я не знаю, откуда такие ощущения пришли. Мы пришли. После этого, получается, до понедельника я не обращалась в медицинское учреждение. Я впила Доплер, послушала. Доплер – метод ультразвукового исследования, который позволяет исследовать кровоток у плода, а также кровоток в матке и плаценте. Ну, домашний, да, такой сердцебиение не нащупала. Я никакого не услышала. Провела эти выходные тоже в поисках какого-то решения. Потому что я за естественные процессы в организме, которые происходят. У нас тело умное, оно знает вообще всё, всё, что нужно. И в понедельник я уже собрала вещи и поехала в перинатальный центр. Девушка, которая меня в пятницу принимала, была же тоже в эту же смену. Она меня вспомнила, я говорю. Ощущение такое, что сердце остановилось у ребёнка. Она меня быстро и без очереди забрала. Положили на КТГ. КТГ или кардиотокография – метод оценки состояния плода во время беременности и родов. Он позволяет увидеть активность малыша и заметить уже начальные признаки кислородной недостаточности. И да, действительно, остановка сердца была у ребёнка. За что я безмерно благодарна Господу, что всё произошло само собой, без вмешательства с моей стороны. Если бы я это допустила, я бы себе, мне кажется, всю жизнь горила за это. За такой выбор, если бы я его тогда сделала. И женщина, которая УЗИ делала, тоже сказала, говорит, вы не представляете, что мы видим, когда делаем эту процедуру, уколы в сердце. И да, хорошо, что всё само всё собой решилось. Да, это, конечно, очень сложный и очень тяжёлый вопрос. И действительно хорошо, если можно так сказать, что вам не пришлось принимать это решение. Это совершенно чудовищное какое-то нечеловеческое решение, с одной стороны. С другой стороны, наверное, перед кем-то это решение, да перед многими женщинами, я думаю, кто попадает в такую ситуацию, встаёт этот выбор. И вполне возможно, в этом есть какой-то гуманизм. Просто мы не можем на себя взять эту ответственность. Вот вы сказали, что после самого первого УЗИ, после самого первого посещения женской консультации связывались с различными помощницами, искали этой помощи. Вам помогли, вас направили в перинатальный центр. Кто-то ещё был, кто вас сопровождал, кто помогал, кто поддерживал? Да, конечно. Ну, во-первых, это близкое окружение в плане подруг, коллег по поддержке материнства, плюс одна из коллег по натуропатии Ира Дегтярёва. Она является волонтёром организации «Жизнь и луч», которые помогают женщинам пройти экспертное обследование в случае постановки диагнозов, неутешительных диагнозов. Она была сама на связи. И уже когда было известно, что сердце остановилось в мамушке, Ирина направила, организация данная отправила мои контакты в дом с маяком. Мы договорились с ними, кто ко мне приедет сопровождать меня в роды. Это всё абсолютно бесплатно. И как раз девушка Аня Кабанова приехала ко мне в день родов. То есть это уже случилось во вторник. Очень поддерживала меня. Прям с эмпатией, с пониманием. Мне было спокойно с ней, когда я поняла всю прелесть своей, в том числе, профессии в плане поддержки в родах женщины. Когда говорят, что зачем кто-то нужен, женщина сама справится. Когда есть рядом человек, который за тебя, который для тебя, который поможет, поддержит, плёночку уберёт, поподстелит, там водички принесёт, поговорит, за руку поддержит просто. То есть это дорогого стоит. А был ли какой-то, если можно так говорить, план? Знали ли вы, как всё будет происходить? И была ли у вас какая-то возможность что-то здесь для себя выбирать, наиболее вам близкое? Как-то на этот процесс как-то повлиять? Когда сказали про остановку сердца, ко мне пришёл заведующий мужчина. Мы обсудили дальнейшие планы. То есть они сказали, что следующий этап – это, собственно, вызов родов. Такие ночью были небольшие тренировочные какие-то схватки, что-то потягивало. Перевели меня в 7 утра в родблог. И я услышала, когда мы приехали на пост, услышала, что так, это на прокол, на окситоцин. Я понимаю, что если сейчас это всё начну делать, то это будет невыносимая адская боль. Потому что, во-первых, уже было вмешательство гормональное на отторжение ребёнка. Плюс ещё другое вмешательство. Я заплакала в тот момент. Я говорю, я не хочу стивуляции такой в плане прокола пузыря. Не хочу окситоцина. На что она меня обняла. Говорит, не хочешь? Не надо. Возвращайся в кушерское отделение. Будем ждать схваток. И я начала нахаживать, нахаживать схватки по лестницам. Я чувствовала, что уже какой-то процесс идёт. И захотела я присесть в обед, пообедать. Я не смогла уже сидеть. Потому что уже вовсю начался процесс. Присутствовали врачи много сразу. Вот тут предупредили тоже, что так как роды непростые, говорит, к вам придут на роды множество специалистов. Во-первых, чтобы быть на подстраховке. То есть там и на эностеолог, и хирург, и акушеры. Я уже не помню, в СИФ там был. Человек 8 было точно специалистов. В процессе хотели мне вколоть окситоцин, чтобы усилить схватки. На что я тоже отказалась. И главный врач, среди которых, среди них, говорит, ну, хорошо, подождём. Мы никуда не спешим. Предупредили, говорит, если вдруг голова застрянет, то есть мы будем вынуждены помочь ей родиться. Тоже я была предупреждена. И в момент, когда мы решим это сделать, тебе нужно будет вести медикаментозный сон под наркоз. То есть заранее это сказали, озвучили. И в момент, когда уже тело родилось, я прям, ну, было очень больно, когда головка пошла в роды мнутся. И я попросила, да, чтобы они меня ввели медикаментозный сон и помогли всему процессу острову. Вы видели свою дочь? Видела, конечно. Гладила. Я её хотела подержать на ручках, конечно, но ввиду того, что тело находилось уже, сколько получается, 4 дня в водах амниатомически, то оно начало немножко уже подвергаться, да, каким-то мастествам, мягко так разлагаться, не знаю, как это происходит. То есть её положили на твёрдую поверхность, на пелёночку. Девушка Аня, которая вот из дома с маяком, до того, как мы, до родов мы с ней общались, она спрашивала, да, по поводу, ты хочешь увидеть? То есть она мне прислала анкету со сценарием родов. Там были вопросы. И это очень тоже хорошо помогло немножко в ту ситуацию погрузиться до, и обознать какие-то моменты для себя, чего я хочу, чего я не хочу. И, конечно, увидеть, попрощаться, это было одно из моих таких основных желаний, потому что для меня это было важно. Этот момент прощания. Мне принесли её на подносик, я погладила её за ручку, за ножку. Котличка я видела, а сама вот часть, где волосики растут, она была повреждена, разрушена. Потому что, как ещё на УЗИ говорили, что кости черепа очень тонкие. И то ли от щипцов она разрушилась, то ли в процессе вот в суммародовой деятельности, либо то и другое спровоцировало это. Попрощалась с ней. Эту картину я помню до сих пор. У меня фотографии остались тоже. Аня тоже говорила, если тебе много захочешь, удали их. Но я, говорит, знаю на практике, что потом жалеют. Я их периодически пересматриваю, вспоминаю нашу доченьку. Нашу доченьку. Ангелинка мы её назвали. Ангелочек наш. Вот и с теплом, с такой благодатью, что всё случилось ровно так, как никто не вторгся в этот естественный процесс. На душе легко. Могу сказать. От каждого выбора, от каждого шага. Вы думали о смерти до всей этой истории? Ну, просто о смерти вообще, о смерти своей, о смерти, я не знаю, взрослых каких-то родственников? Мы папу похоронили три года назад. И я была удивлена, что я отреагировала на его уход так, потому что он такой у нас был нездоровый, да, его здоровье хромало у него очень сильно, и каждый звонок мамин, я прям переживала. У меня был страх. Всё. То есть обычно я сама первая звоню, чтобы мне ни по какому поводу плохого не позвонили. Да, очень боялась смерти раньше. Но папа, когда ушёл, я вообще тоже от себя была в шоке, как я восприняла его уход со спокойствием, с той же благодарностью. Он достаточно тяжело ходил в муках, с благодарностью, что он больше не мучается, что ему сейчас не больно. И вот этот отпечаток остался у меня, и он также отразился на ситуации моей с нашей дочкой, что тоже было такое. И ей сейчас хорошо, она, ангелочек, не страдает. А вот этот именно страх смерти, про который вот вы сейчас упомянули, рассказывая о смерти папы, вы про него думали, когда проживали эту историю с дочерью? Когда только узнавали, он был у вас, вы его как-то ощущали? Нет, абсолютно. Вот страха смерти вообще не было. Восприятие смерти, в принципе, поменялось. На 180 куда-то, то есть в обратную сторону вообще. Когда папа ещё был жив, я именно боялась, что он умрён, да, что его не станет. Но когда это произошло, у меня этого страха не было. Так и сейчас. То есть мы прожили вот эти 7 месяцев, да, в такой абсолютной любви к ребёнку, в ожидании. Я это понимала, что мы все ходим под Богом, и ничего от нас не зависит. То есть страха не было вообще, абсолютно никакого страха. Боль, боль, безумная боль от потери. Она была, она и остаётся, вспоминая, да, как бы. Но страха нет, страха смерти нет вообще. А были ли какие-то мысли, знаете, уже появляются такие деструктивные мысли о том, что это ты виноват в том, что происходит, что это, я не знаю, кара за что-то, наказание? Были, да. Это было уже после, когда всё случилось. Было такое самобичевание, что это я виновата, что-то недосмотрела, что-то где-то. Но тоже люди, которые были рядом, они поставили меня, так сказать, на место, мой мозг, что, говорит, ты, никто ни в чём не виноват, и ты, ты же знаешь, говорит, что ты готовилась, да, ко всему. Что могло спровоцировать такое развитие событий, я, говорит, одному Богу известно, но себя, говорит, не вини. Были моменты такие, причём, ну, где-то, наверное, два-три дня меня после того, как я отвезла в кроматорий её. А похороны проходили вот по, ну, такому привычному, традиционному обряду? Ну, можно сказать, да, можно сказать, и нет. Вот организация, дом с моей ком, они помогли в организации трансфера из морга на кладбище, гроби предоставили, помогли им, то есть я практически этим не занималась. Я была одна из морга на кладбище ехала, потому что муж оставался с дочкой, мы давно хотели собаку, вот, собственно, дома сразу заехали за собакой и немножко он сгладил углы наш пёсушка. Муж остался с собакой и с дочкой дома, потому что, ну, как бы, да, куда всех везти. Я была там одна, мы приняли решение о кремации, мы сошлись вот во мнениях, что не могилки там никакой, за ней на кладбище, просто придать земле обратно в рах недалеко от нашего, где мы живём. Мы туда приезжаем, поделиться часто, сидим у пруда и разговариваем с ней. Ну, в принципе, часто разговариваем. Да, ну, это все незапретная тема, у меня дочка рисует ей часто что-то, то есть она в нашей семье есть, несмотря на то, что её физически нет. вы сказали, что у вас изменилось отношение к смерти прямо противоположно. Получилось так, что у вас буквально внутри соединилась смерть, боль, всё вместе. Сейчас вы больше как-то об этом думаете, может быть, что-то о себе думаете, о своей смерти, о смерти близких. По поводу своей смерти я тоже сказала, что если вдруг я уйду раньше близким всем и сестре, и маме, и мужу, я тоже хочу, чтобы меня кремировали также без всяких могилок, без всяких этих кладбищ. Для меня это, во-первых, быстро проходит то поколение, которое ухаживает за могилками, они вот эти стоят брошенные, ну, я бы хотела просто, да, чтобы меня так же, как доченьку развеяли, если вдруг как-то... Согласно федеральному закону о погребении и похоронном деле, местами для погребения в России считаются кладбище, стены скорби для захоронения урн с прахом умершей, крематория для придания умерших огню, и, как написано очень обтекаемо в законе, иные здания и сооружения предназначены для осуществления погребения умерших. В этом законе нет прямого запрещения на развеивание праха, но и разрешения тоже нет, и никаких мест для развеивания праха, как бывает в других странах, в этом законе не предусмотрено и не описано. На основании вот такого закона, поддающегося очень широким толкованием, работники крематориев на местах, очень часто могут просить справку о месте на кладбище перед тем, как выдать урну, и бывает даже не выдают прах без таких справок, хотя это, конечно же, незаконно. Ну, да, я это озвучила, хотя все говорят, что ты об этом думаешь, ну, как бы всякое может быть, я просто озвучила свои пожелания, если вдруг чего. Ну, то есть вы считаете, что это совершенно нормальный разговор, что это нормальные совершенно какие-то распоряжения, пожелания, об этом можно говорить и можно думать. На мой взгляд, это да, особенно был такой случай у меня, не в практике, с женщиной, с ее бабушкой, как-то мы сообщались, она говорит, я прихожу к ней, она уже старенькая, и только я с ней говорю о смерти, за что она меня поблагодарила. Я говорю, я же понимаю, бабушка, это она мне слова ее пересказывала, я же понимаю, что мне, допустим, осталось там недолго жить, все приходят, поддерживают, да ты молодец, улыбаются, а вот она только ты говорит со мной, говоришь о смерти, и мне так хорошо, мне так приятно это слушать, потому что ты не льстишь мне как-то, не улыбаешься мне в глаза, просто обсуждаешь какие-то какие моменты, которые сейчас важны для меня, то есть я считаю, что тема смерти это в принципе нормальная тема, и о ней нужно говорить, и как-то думать, потому что жизнь бывает очень коротка. Многие еще вот с такими историями, как у вас, боятся, что ли, или стесняются говорить о смерти ребенка. как вы считаете, вот вы согласились поговорить с нами, наверное, это нужно делать? Это очень нужно. Во-первых, я сужусь со стороны своей профессиональной деятельности в плане психологии, что женщина бывает внешне довольно спокойная, а внутри у нее просто ураган, буря, и невыговоренность. Выговоренность. Я прочувствовала это на себе, но благодаря тому, что вокруг меня собрались другие люди совершенно с другим взглядом на тему смерти, и они помогли мне пережить это тоже, и выговориться. А вот другая моя часть знакомых, они боялись спрашивать. Некоторые даже, зная мою историю, они вообще даже, то есть, даже не спросили там как-то, да, как вы вообще, как у вас все там прошло, а где ребенок, да, или что-то. То есть, я считаю, что там нужно говорить, чтобы не спровоцировать какие-то выходы из окон женщин, которые вот так вот себя внутри грызут, внутри плачут, и не с кем вот обсудить этот момент, не с кем выговориться, некому выплакаться. Это очень важная такая психологическая, да, проработка внутренняя, чтобы не оставлять эту боль, это внутри себя, чтобы трансформировать это вот в тихую грусть, чтобы она не спровоцировала человека на какие-то поступки, которые могут в ее случае оказаться там последними. Вот это мое такое мнение, что очень нужно об этом говорить, не молчать. На мой взгляд, что нужно давать место ребенку в семье, неважно, родился он, не родился, что с ним случилось. Почему-то у детях, которые уходят, да, там уже других, после рождения, о них помнят, а те, которые вот так вот умирают, о них забывают. А как потом вы говорили со старшими родственниками? Им же все равно пришлось в любом случае обо всем рассказать. Об этом я сказала им еще, находясь в роддоме, в послеродовом отделении. Кстати, тоже момент важный, они у перинатального центра этого практика тихих родов. Женщина находится одна в палате, отдельно от мамочек, которые с детками в одиночной палате. И вот находясь три дня там, я даже ловила ощущения, понимала, что да, все сделано так, за что я себя не буду корить в жизни. Сможет, это немножко так эгоистично, но для меня это было важно, чтобы я не чувствовала вот этот груз. Позвонила маме, сказала, что так и так, мам, родилась девочка у нас, она обрадовалась, сначала, она родилась уже не жизнеспособна. Все сказала, как есть, то есть коротко. Бабушке, мужа родителям сначала тоже, папе сказали, потому что понимали, что мама немножко эмоционально может перенести. Спросили, советовал папе, как ей сказать. Я уже даже не помню, как мы ей сказали. Но дедушке я сама сказала, всем родственникам говорила я, супруг попросил именно его родителям сказать. Дедушка расстроился тоже, конечно, бабушка. Да все расстроились. Ваши отношения с жизнью как-то изменились после смерти ребенка? Я начала жить, как говорится, на всю катушку. В хорошем смысле слова. То есть, если это были какие-то откладывания дел, то я стала, наоборот, пинать себя, чтобы реализовать какие-то планы, не откладывать на завтра. То есть, только что-то возникло, сразу делай, живи здесь, сейчас. и самое важное, радуйся жизни, потому что она может закончиться в любой момент, несмотря ни на что. Жизнь продолжается, и ты должна здесь, сейчас. Радоваться, а не, как вот, часто бывают какие-то обсоры, недомолвки в семье. То есть, они сразу улетучились у нас моментально. Если какие-то сейчас такие проскакивают обиды, то они мимолетные, потому что ты сразу вспоминаешь о нашем ангелочке, понимаешь, что жизнь ценна здесь, сейчас, и не надо тратить время на какие-то разборки, недомолвки, обиды, страдания. Как вы думаете, человеку нужно бессмертие? Нет, думаю, не нужно. Если бы человек знал, что он бессмертен, он бы не ценил то, что у него есть, не ценил бы эту жизнь, на мой взгляд. Когда ты знаешь, что ты можешь этим наслаждаться вечно, а не то, что может оборваться в любой момент. И чтобы человек ценил жизнь, что у него есть, и жил в радости, в любви, стремился к чему-то. Каждая ситуация для каждого человека для чего-то дана, и в моем случае, да, она действительно про то, чтобы ценить жизнь и наслаждаться ею. Это был подкаст «Простые смертные». Спасибо, что были с нами во время этого непростого разговора. Когда Ирина рассказывала свою историю, я думала вот о чем. Что очень важна поддержка, и одновременно важно в нужное время остаться одной, с собой, самой, и вообще без никого. что у женщины, у любого человека, когда они превращаются в пациенток и пациентов, должен быть выбор. И решения должны принимать сами пациентки и пациенты, а не врачи. Любые решения, страшные, неправильные, непопулярные, но свои. С вами была Оля Фатеева. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok